Всем привет! Представляю вам среднюю модель из линейки цифровых мультиметров Zuber, а именно модель TX-810-T. От старшей, чисто профессиональной 815-й модели, данная модель, которая позиционируется как бытовая, но я бы сказал, что она подойдет и профессионалам, отличается она только тем, что не может измерять частоту, емкость конденсаторов и, соответственно, переменный ток. Все остальные величины, а именно постоянное напряжение, переменное напряжение, постоянный ток, сопротивление, температуру, а также исправность диодов и каких-то токоведущих частей прибор успешно измеряет. Как видите, упакован прибор в блисток, сзади на вставке на картон и приведены подробные технические характеристики, описаны основные особенности прибора, то есть достаточно подробной информации, с которой можно, в общем-то, ознакомиться, не вскрывая упаковку. Дополнительный блисток был закрыт специальными скрепками, я их уже снял, давайте достанем прибор. Внутри картонной вставочки находится инструкция по эксплуатации и тут же гарантийный талон. Сам прибор. Так же, как все цифровые мультиметры Zuber, корпус у прибора обрезиненный, все углы, места охвата рукою, все обрезинено. Это защищает прибор и от выскальзывания из руки и защищает, если у вас прибор случайно упадет. Соответственно, это вот очень хорошее конструктивное решение, мне лично оно нравится. Питается прибор от батарейки Крона, 9 вольт. К сожалению, в комплекте Крона не идет, надо ее купить. Отдельно вставляется она вот здесь вот на задней части, соответственно, отсек, закрепленный двумя винтами. Ну, как вы видите, есть также специальная подставка у прибора, что очень удобно, помогает расположить прибор на столе, удобно считывать показания. Включается прибор переключателем режимов. Есть также две кнопки. Одна очень удобная кнопка, это подсветка. Она обеспечивает комфортность работы в затемненных помещениях. Вторая позволяет запомнить значение на экране. У вас загорается HOLD, соответствующая кнопочка. И вот это значение, чтобы вы не делали, оно все время будет у вас сохраняться, пока вы обратно кнопочку не нажмете. Ну, диапазоны измерения и возможные величины я уже сказал. Соответственно, в комплекте идет два измерительных щупа и термопара для измерения температуры. Щупы в линейке цифровых мультиметров зубр также отличаются достойным качеством. Но в первую очередь это относится к изоляции проводов. Она достаточно плотная и одновременно гибкая, обеспечивает, соответственно, долгий срок службы. Удобные по размеру и качеству щупы. Соответственно, у них можно надеть колпачки. Я вот их в прошлый раз забыл положить. Но вот вам продемонстрирую. Такие вот. Это уменьшит контактные части, то есть в каких-то таких вот опасных местах. Это, в общем-то, очень полезная вещь. С другого конца находятся также закрыты заглушками разъемы. Это обеспечивает их сохранность и гарантию какой-то частоты. Давайте вставим разъемчики в прибор и померяем то, что мы сможем с вами измерить. Значит, ну, конечно, в первую очередь мы можем померить напряжение в сети. Здесь вот у нас есть под рукой, соответственно, тройничок. Сейчас мы установим должное напряжение, диапазон. То есть вот я установил 600 вольт переменного и сейчас мы померяем. Ну, мы знаем, что у нас здесь сети напряжение завышенное. То есть вот, да, действительно, 242 вольта. Это мы померяли переменное. Также у меня под рукой всегда блок питания ноутбука. На выходе должно быть 19,5 вольт. Но это уже постоянное, поэтому, соответственно, включим определенный диапазон конкретный. Опять-таки меряем. Сейчас я прикатаюсь. Вот, пожалуйста, 19,5. То есть то, что и требовалось. Можно померить напряжение поменьше. В частности, у меня здесь есть батарейка. 12-ти вольтовая маленькая батареечка. Тоже сейчас померяем. 12 вольт. То есть прибор справляется с измерениями. Сопротивление. Здесь есть некоторый нюанс. Вот в данном случае я установил предел 2000 Ом. То есть у меня есть небольшое сопротивление 680 Ом. Но при таком маленьком сопротивлении нужно учитывать сопротивление самих щупов. Ну вот мы их сейчас замкнем. Вот значит где-то показывает, ну, 5 Ом. Да, в принципе, это почти ноль. Давайте измерим само сопротивление. Ну вот, пожалуйста, да, действительно. 600, 697, ну, минус 5. То есть где-то в пределах допуска. Если вы меряете большое сопротивление, соответственно, вот мы сейчас выберем 200 кОм. Появляется значок килоомы. Но вот сопротивление щупов тут, конечно, будет практически ноль. И вот есть у меня сопротивление 39 кОм. Мы его сейчас тоже с вами померяем. Вот практически ровно 39. То есть прибор успешно меряет сопротивление. Прозвонка диодов. Берем диод, подключаем его сначала в правильной полярности, то есть минус к минусу, плюс к плюсу. И наблюдаем, что через диод начинает течь ток, есть падение напряжения. Подключаем диод в обратной полярности. Прибор ничего не показывает. То есть ток диод не пропускает. Если бы у нас и в том, и в том случае показывало бы напряжение, значит диод был бы пробит. Если бы показывало вот такое отсутствие чего-то и в том, и в том, значит диод грубообором. В данном случае наш диод рабочий. Целостность цепи проверяется по звуковому сигналу. Если цель замкнута, сигнал идет. То есть вот все достаточно просто. Но, к сожалению, ток я померить здесь не могу. Нужно подключаться в разрыв какой-то работающей цепи. У меня такой возможности нет. А вот температуру мы с вами вполне можем померить. Для этого вынем щупы. И, соответственно, подключим термопару. Снимем заглушечки. Поставлю прибор опять на подставку, чтобы было хорошо видно. И втыкаем термопару в прибор. Ну, сейчас вот у меня запищало, потому что было... Диапазонов измерения температуры 2. Это вот, соответственно, в CSX значок горит на дисплее. И можно в Фаренгейте тоже значок горит на дисплее. Но в данном случае термопара показывает 23 градуса. То есть это фактически температура у нас в помещении. Но я тут подготовился. У меня есть паяльник. У него, конечно, здесь очень большая температура на конце жала. Соответственно, сейчас вот мы с вами померяем то, что у нас есть. Вот я прислонил, видите, да? Температура моментально возросла. То есть здесь порядка, ну, 30-20, 320, даже больше. Порядка 330 градусов. То есть большой диапазон, очень измерение, поляночки я тоже наберу. Большой диапазон измерения. Сейчас термопара будет остывать, соответственно, температура опять упадет до комнатной. Но, в принципе, вот и все, что я вам хотел продемонстрировать. Еще раз повторюсь. Цифровой мультиметр Zuber. Модель 3X-810-T. Удобный функциональный прибор. С хорошо считаемым дисплеем. С большими диапазонами измерения напряжения. Сопротивление постоянного тока. И с возможностью, соответственно, измерения температуры. Рекомендую для приобретения. Спасибо за внимание.